Мальчики и девочки становятся на профессиональный путь. Торжественный парад участников открыл соревнования. Люберцы приняли первенство ЦФО по самбо впервые. Национальный вид спорта быстро нашел своих поклонников в округе. В ряды заядлых борцов теперь вступают как взрослые, так и дети. Сегодня в люберецких секциях занимаются более тысячи спортсменов. Два года назад мы подписали меморандум Всероссийской Федерации Самбо о развитии самбо в нашем округе. Благодаря этому меморандуму мы сразу начали заниматься развитием программы самбо в школы. И более пяти школ откликнулись наши, и там были положены стационарные ковры для развития самбо. Очень много детей занимается этим видом спорта. В итоге в этот раз половина участников первенства – люберчане. В соревнованиях сразились 100 самых сильнейших представителей клубов единоборств из 10 регионов. Кстати, самбо все чаще выбирают девочки. Непростая победа далась мажайской спортсменке. За 7 лет она научилась преодолевать себя и давать отпор обидчикам. Я пошла на самбо, потому что мой брат занимается самбо и джидо. И мне им нравится заниматься. Мне хочется стать чемпионом мира по самбо. Самбо для всех. Так о национальном виде спорта отзываются почетные гости соревнований. Среди них – силачи из общественного движения «Росмоллспорт», президенты Люберецкой и областной федерации самбо. Официально считается, что нашему виду спорта 80 лет исполнилось в том году. Спорт объединил наши национальные виды и грузинской борьбы, и узбекской, и узбайджанской. Получился такой интересный микс. У нас появился реальный шанс стать олимпийским видом спорта. В каждой весовой категории члены жюри определили победителей и призеров. Кроме того, по итогам соревнований организаторы присудили специальные кубки в трех номинациях. Анна Троян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Субтитры создавал DimaTorzok